Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий. И сегодня вашему вниманию я представляю веб-каст на тему атрибут 7Dbinding в функциях и скриптах Windows PowerShell 5. Это уже второй веб-каст в группе, посвященной продвинутым функциям и скриптам. Поэтому, если вы не знакомы с функциями и скриптами, сидите в предыдущие группы. Но если не знакомы с продвинутыми функциями, обязательно посадите в предыдущий веб-каст. Сегодня мы будем разбираться с тем, какие свойства можно передать атрибуту 7Dbinding и с тем, как они начнут влиять на логику нашей работы с продвинутыми функциями и скриптами. Мы работаем в окружении Siri Local. Размещаемся на машинке PSPC01. Это рядовой компьютер в домене. На нем установлена Windows 10, корпоративная, 64-битная версия, номер build 21H1. Аппаратные характеристики представлены на слайде. Итак, когда мы работаем над созданием команд с использованием языка Windows PowerShell, мы приходим к созданию функций, скриптов или и тех, и других. Ну и в предыдущем веб-касте мы разобрались, что если к функциям и скриптам добавить метаданные, в частности, атрибуты, то функция перестанет быть базовой и, поменяя свое поведение, станет продвинутой. Давайте для начала, для разминки создадим очень простую функцию, которая будет строить последовательность чисел в указанных рамках с определенным шагом. Для этого нам потребуется экземпляр PowerShell Ice. Я буду писать функцию, но понятно, что она не сильно будет отличаться от скрипта. Ключевое слово function. Функция будет называться createSequence. и в теле данной функции мы объявим три параметра. В частности, это будут все три параметра с типом данных integer. Первый из них — start. Точка начала для нашего отсчета. Начинать по умолчанию будем с нуля. Затем integer точно так же параметр end. По умолчанию пусть будет, например, 100. И еще один параметр с типом данных integer, который будет называться step. Он будет определять шаг для нас. Ну и пусть по умолчанию это будет единичка. Для того, чтобы эта функция, еще не имея никакой логики, в своем теле стала продвинутой функцией, мы добавляем сюда атрибут, который называется semDeadBinding. Готово. И теперь определим логику нашей функции. Она будет очень простой. Для начала for. Начнем мы закладывать в переменную $i элементы. Начнем мы с элемента определенной в переменной start. Дальше у нас будет увеличиваться этот start до конечного элемента. Меньше или равен $end. И увеличение у нас будет происходить при помощи шага. $i плюс равно $step. И дальше последовательность, в которой мы будем в некий массив, тоже элементов с типом данных integer, который будет называться sequence, закладывать элементы. Плюс равно $i. И в конечном счете этот массив мы отправим на выход, а именно write output. Такая простая функция. Визуально простая, но относится она к продвинутым за счет того, что мы к ней добавили атрибут semDeadBinding. Вызываем ее. Проверим, что она работает. Итак, createSequence. Как видим, до сотни работает. Если объявим стартовый элемент, например, 0, конечный элемент, например, 10, шаг, например, 2, соответственно, работает с шагом 2. В данном случае, я думаю, все достаточно просто. Отличие от базовой функции – только наличие атрибута. Он немножко меняет поведение, но на данном этапе ничего не происходит. Нас же будет интересовать, что именно атрибуту semDeadBinding можно передавать в круглых скобках. А атрибут semDeadBinding принимает следующие свойства. ConfirmingPact позволяет определить действия и их уровень влияния в функции, которые будут запрашивать подтверждение при вызове данной функции. Понятно, что при построении последовательности никакого влияния мы не оказываем, поэтому это можно будет пропустить. Свойство DefaultParameterSetName позволяет определить имя набора параметров, которые будут использоваться по умолчанию. Мы несколько затронем этот вопрос позже, когда будем разбирать динамические параметры у функций. Но здесь принцип следующий. У вас может быть несколько наборов параметров определено у функций, и один из них должен быть набором по умолчанию. HelpURI. Можно просто указать некую ссылку на внешнюю справку. Самый простой атрибут, на мой взгляд. Мы, наверное, с него и начнем. А дальше идут два параметра. Это поддержка постраничного вывода, а также поддержка запуска процесса. Оба этих свойства добавляют к командлету поддержку ключей. В первом случае FirstSkip и IncludeTotalCount, во втором случае Confirm и WhatIf. И дальше можно будет их использовать как некий интерфейс разработки, когда у вас есть заранее определенные ключи, но логику к тому, как они будут работать, мы определим. В данном случае мы, наверное, возьмем SupportsPaging и вот эти три ключа определим в логике. Для того, чтобы обратиться к вызванным свойствам, таким как FirstSkip и IncludeTotalCount, внутри продвинутых функций скриптов есть переменная PseSandLed, через которую можно обращаться как раз к переданным параметрам и их значениям. Это мы обязательно попробуем. Ну и свойство, которое называется PositionalBinding, определяет, можно ли использовать позиционные назначения всем параметрам вашей функции или скрипта, или нельзя. По умолчанию, понятно, можно. Что ж, давайте попробуем посмотреть на то, как работают свойства атрибута SemletBinding. Ну, начнем мы с простого элемента, это HelpURI. Заходим в круглые скобки атрибута SemletBinding и указываем HelpURI равен. И здесь в кавычках передаем HTTP, например, мой блок. Отлично. Выполним. Что поменялось для нашей функции? Ну, в плане работы, понятно, что не поменялось ничего. Как она работала, так и работает. Но, если мы вызовем GetCommand, наш CreateSequence, видим нашу функцию и вызовем парочку свойств, в данном случае, допустим, Name и свойства HelpURI. Пожалуйста, CreateSequence. У нашей последовательности есть правочка, которая у нее указана через SemletBinding. Это самое простое свойство, какое можно приделать. Теперь попробуем свойства посложнее. В данном случае речь пойдет про SupportsPaging. Нам нужно будет немножко реорганизовать нашу функцию для того, чтобы подключить это свойство. Но что появляется? Автоматически, когда мы делаем продвинутую функцию, у нас добавляются CommonParameters. А когда мы к атрибуту SemletBinding добавляем свойства SupportsPaging, у нас добавляются три ключа. Но они никак не меняют нашу логику. Но вот если мы эту логику для этих ключей пропишем внутри нашей функции, то, соответственно, мы сможем использовать эти ключи. То есть они, по крайней мере, будут работать. Отлично. Как это будет выглядеть? Возьмем нашу функцию. Здесь нас все устраивает, кроме того, что мы хотим поменять немножко вывод. Вывод у нас идет как? То есть у нас создается вся последовательность, потом она вся выплевывается на экран. Мы изменим это поведение и объявим несколько дополнительных элементов. Первый элемент в нашем выводе, мы его так и назовем, FirstItem, всегда будет равен нулю. Последний элемент будет равен количеству элементов нашей последовательности. SecentsCount. Так как они там будут считаться от единицы, мы минус один вычтем с конца. И дальше сделаем еще один вывод. For. Здесь уже, давайте, пусть это будет $G. Стартовать он будет с первого элемента. FirstItem. Двигаться он будет меньше или равен LastItem. И увеличиваться он будет всегда на один, поэтому можно просто плюс-плюс. И здесь будет вывод. Тот же самый $Sequence. Но мы будем брать элемент, определенный в перемен $J. Его номер здесь определен. И отправлять на выход. WriteOutput. Готово. Поменяли логику. Это для того, чтобы потом SupportPaging сюда добавить. Вызываем. Функция создалась. Ошибок не выдала. Можем попробовать ее вызвать. Как видим, работает и так. Работает и, например, 0, 5, 1. Ой, 5, 5, 1. С нуля было. 0, 5, 1. С нуля до 5 тоже все работает. Как видите, с позиционными параметрами. Супер. Мы хотим добавить сюда еще одно свойство. Свойства, передаваемые атрибутом. Семь лет биндинг, передаются через запятую. И это будет свойство, которое называется SupportPaging. Вызываем. Добавили это свойство. Так, теперь Support опечатался. Еще раз. Пробуем. Create Sequence. Как видим, у меня появился Start and Step. Мои стандартные. А также Included Account, Skip и First. Которые добавляет как раз SupportPaging. Но сейчас они работать не будут. То есть если напишу там Skip10. Он мне как 100 моих элементов показывал, так и показывал. Почему? Потому что внутри моей функции ничего не объявлено. Для того, чтобы ключик Skip поддерживался и мог пропустить какое-то количество элементов в моем выводе, мне необходимо это в логике описать. Вот для этого я и перестроил вывод, чтобы это здесь было проще сделать. В частности, первый элемент я буду объявлять не нулевым всегда, а я буду его объявлять тем, который подан в параметре Skip. А именно. Комментируем FirstItem и объявляем его следующим образом. FirstItem равен. Класс масс вызовем. И его статический метод, который умеет искать минимальное. Минимальное мы будем искать из двух. А именно, либо переменная psm-let, ее параметр PagingParameters, параметр Skip. Значение, переданное в нем. Либо ищем SequenceCount-1. То есть, если будет вызвано пропустить больше элементов, чем у нас есть в нашей последовательности, то мы возьмем последний элемент из последовательности. Если, соответственно, меньше элементов будет выбрано для пропуска, он пропустит их, то, что мы передадим в параметре Skip. Если параметр Skip не передан, то в Skipе будет 0. Соответственно, нас все устроит. Давайте проверим, что это все работает. Вызовем. И теперь Create Sequence. Начни, пожалуйста, с 0. Закончив все это дело на 10, шаг пусть будет 1. Пробуем. Работает. Добавляем ключик Skip. Пропусти, пожалуйста, 5 элементов. Пожалуйста. Ключик Skip работает. Почему? Потому что здесь он его определяет. И первым элементом становится пропуск 5. Тут, конечно, большой вопрос, что 5 элементов считать ли от 0, может быть, там, минус 1. Сделать это на ваше усмотрение. Моя задача показать логику. Отлично. Мы Skip добавили. У нас есть еще параметр First. Как добавить параметр First? Абсолютно точно так же. Последний элемент, который мы до этого просто определяли поиском в минус 1, мы теперь определим по-другому. А именно LastItem будет равен. Математическая функция. Также точно вызов минимальный. И в скобочках ищем. Либо psm-let paging-parameters first. Сколько первых элементов вытащить. При этом надо бы нам к ним прибавить еще первый элемент, который мы определили раньше. А именно FirstItem минус 1. Либо мы будем это сравнивать с количеством элементов нашей последовательности. Тут тоже минус 1. Далее ничего не меняем. Вызываем. Вроде бы нигде не ошибся. Пробуем. Create Sequence. Начни, пожалуйста, с нуля. Закончив все это дело на 100. Шаг, пожалуйста, 10. Работает? Работает. Пропусти, пожалуйста, 3 элемента. Работает? Работает. Покажи мне, пожалуйста, первые 2 элемента. 30-40. Работает. Без ключа Skip. Разумеется, тоже будет работать. Ну, первые 5 элементов. Пожалуйста. Ну, немножко сложновато. Может быть, вот эта конструкция для вас выглядит. Если что, обратитесь к группе WebCast forOperator. Там, в общем-то, вызов статических методов. Через два двоеточия мы разбирали. Ну и последний момент. У нас есть еще один пейджен параметр, который называется includeTotalCount. И если он добавлен, хотелось бы посчитать количество элементов. Это очень просто. Мы можем, когда делаем вывод, добавить переменную, которая будет называться, допустим, outputCount. И каждый раз, когда будет проходить этот блок, будем его считать. И если у нас вызван ключик includeTotalCount, а это переключатель, switch. То есть, можно просто его сюда указать таким образом. psm.let. Это у нас paging.parameters includeTotalCount. И если вот он у нас указан, то в конце мы можем отобразить элемент. Тут можно интересную штуковину сделать. Объявить переменную TC, TotalCount. И в нее положим psm.let, paging.parameters. NewTotalCount. Посчитанный нами ранее outputCount. Со значением в единичку. И дальше видим этот экран. WriteHost. Например. Ну пусть не такой конь. О, нет, давайте не минусами, а равно значочками. Небольшой отступ сделаем. Пусть будет зелененький. И второй. $TC. Тоже пусть зелененький будет. Готово. Что он делает? Он будет, ну там для русской версии PowerShell вот здесь вот прописывать всего равно outputCount. Для английской версии Total будет записывать. Но это значение не имеет. А вывод его будет делать на экран. Мы его сейчас переменную TC сделали. Хотя можно было бы и просто TC не читать, а прямо вот так вот сюда вставить. Но я решил, что раскидать будет чуть-чуть поинтересней. Выполняем. Вроде бы код сложился. Ищем нашу последовательность. Например, такую. И добавляем ей ключик includeTotalCount. Элементов 5, 5. Давайте first пропустим. Всю последовательность вытащим. Элементов 11. Давайте добавим ключик skip. Пропустим 3 элемента. Элементов 8. То есть по сути вот это вот свойство supportPaging это API. И мы используя этот API к нему пририсовываем некоторую логику. Специфичную для нашего скрипта. То есть если бы я выводил там список процессов, можно было бы к ним приделаться. Выводил бы список учетных записей из Active Directory, можно было бы к ним подтянуться. Список почтовых ящиков, список виртуальных машин. То есть к чему угодно. Ну и последний пример. Возьмем параметр positional binding и попробуем потестировать его. По умолчанию он включен. И мы это уже видели. То есть немножко отступим. Create sequence. Построй пожалуйста последовательность от 1 до 5 с шагом 1. Работает. Вот если я отключу позиционную привязку. Например, для того, чтобы в случае с большим количеством параметров порядок позиционной привязки поменять. И чуть позже мы это тоже попробуем сделать. И здесь укажу. Positional binding false. Вызвали. Пробуем. Обычный вызов работает. А вызов с позиционными параметрами не работает. Почему? Потому что мы отключили позиционную привязку для параметров. Понятно, что если у вас там будет 70 параметров. Ну или 10 хотя бы. Скорее всего все у вас обязательными не будут. Соответственно позиционная привязка может быть вам в таком порядке и не нужна будет. А может быть нужна. Если нужна, можно в явном виде указать true. Ну понятно, что true ставится и по умолчанию. Отлично. Подведем небольшой итог. Мы создали еще одну продвинутую функцию. Я думаю не трудно, чтобы по аналогии скриптовый выглядел точно так же. И разобрались с тем, какие свойства можно указывать у атрибута 7DeadBinding. Некоторые из них посмотрели даже в примерах. Это был второй вебкаст в группе. Мы продолжаем двигаться в теме продвинутых функций скриптов. Дальше нас ждут атрибут OutputType и его применение в функциях скриптов Windows PowerShell 5. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefurys.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefurys.gmail.com. Ну и все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Заходите, смотрите. Пройти комплексное авторизованное обучение по Windows PowerShell и не только. Вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а за мной можно наблюдать при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы. Продолжение следует...